Всем привет! С вами снова Юрген. Вчера Респаун включили режим Бойсе или Бейсе, или в оригинале Fight or Fright. Режим уже был в игре как событие в прошлом году, но в этом видео я все равно расскажу новичкам и тем, кто забыл, что это за режим, его особенности и что нужно о нем знать. Королевская битва теней из режима Бойсе или Бейсе происходит на ночном каньоне Кингс, что в принципе и понятно, ведь темнота, неоново-мертвичные динозавры и Хэллоуин очень хорошо сочетаются. Благодаря небольшим размерам карты в самом Апексе и быстро сужающимся кольцам, режим очень динамичен, но при этом скорее фановый, нежели заставляющий напрячься как в рейтинге. На карту, как и обычно, высаживается 20 отрядов по 3 человека в каждом. Ну, если, конечно, все нормально работает у Апекса. Условия все те же, победить всех и выжить. Но с одним но. Убитых тиммейтов нельзя возвратить. Вместо этого они становятся той самой тенью. После своей смерти тень возрождается неподалеку через 5 секунд. Будь то это смерть из состояния легенды или смерть из состояния тени. В отличие от живых легенд, тени гораздо быстрее перемещаются, имеют двойной прыжок и гораздо дольше могут скользить, почти не теряя скорости. По скорости передвижения, мне кажется, тени могут обогнать даже Актейна, когда он использует свою активную обилку. Тем не менее, ваш отряд будет жить лишь до тех пор, пока хотя бы один игрок жив в образе легенды. От этого на самом деле и стоит строить игру. Хотя тени и не могут использовать свои обилки, оружие и медицину, урон от них достаточно существенный. Что в принципе не удивительно, ведь за неимением иного оружия, как кроме собственных рук, они получили возможность наносить от 60 до 70 единиц урона за один удар. То есть, по сути, игрока с белым щитом они могут разнести за один или два удара. Это уже как повезет на самом деле, если будут тени помогать или нет. Игрока с фиолетовым или золотым щитом они разносят буквально-таки за 4 удара. В принципе, этого достаточно. А еще, с этими тенями абсолютно невозможно порвать дистанцию. В чем я уже в принципе сказал, скорость у них гораздо выше. Но есть одно но. Если вы Pathfinder или у вас есть Octane, у которого готова ульта в виде батута, вы, конечно же, сможете порвать дистанцию с ними. В ином случае, за счет скорости, тени просто не позволяют разорвать с собой дистанцию. Ну и учитываем еще тот факт, что их единственная возможность нанести урон – это ближний бой. При этом, с одного зажима гораздо проще убить тень, чем ей убить вас. ПП или любой другой автомат в виде штурмовой винтовки спокойно разносит тень. Просто без особых усилий. По силам и обилкой теней является возможность восстанавливать постепенно свое здоровье, так как у них нет возможности использовать шприцы или аптечки. А еще стоит помнить, что тени могут только проломить обычные двери, хотя могут открывать ворота в бункер и любой ящик с припасами, но не могут ничего пометить, кроме места или врага. Таким образом, можно воспользоваться уникальной возможностью и определить, где находится тень. Если вы играете, например, на Bloodhound, а Bloodhound видит любое действие и видите разбитую дверь, то можете точно быть уверены, здесь была тень или она даже где-то рядом. А также, если вы находитесь в каком-то здании, там где есть двери, а не ворота, как в бункере, то звук разбивающейся двери точно подскажет вам, что рядом есть тень. Вопрос уже в другом. Это ваш тиммейт или это же все-таки противник? Итак, как же действовать все-таки, если вы стали тенью? Постарайтесь быть живыми легендами. Ваша главная задача – дать живой легенде прожить как можно дольше. Нападая сзади на другие тени и легенды, пока они сражаются с вашими тиммейтами, вы можете нанести достаточно урона, чтобы избавить ваш отряд от проблем. А главная тактика для всех живых и мертвых – убить всех живых, ведь если умрет последний член отряда, то отряд будет уничтожен полностью и никто не сможет возразиться. Но чтобы последняя легенда имела шансы, тени имеют возможность реанимировать тиммейтов и казнить легенд. Если с убитой легенды выпадает контейнер смерти, понятное дело, что не с припасами, то с тени падает только одна пачка патронов. На самом деле, учитывая, что в тень вы всадите, ну, 5-6 максимум патронов тяжелых или легких, и с нее выпадет 20, но на самом деле это не так уж и плохо. А еще, если в отряде стало две тени, то для сохранения баланса, так сказать, живая легенда получает питомца из мира теней с очень милым именем. Также помните, что любая живая легенда высаживается с золотым нокаут-щитом, который дает право, как вы знаете, на самореанимацию, после чего он становится фиолетовым. Пользуйтесь этим только в особо необходимых случаях и только в укрытии. И помните, Bloodhound и Crypt могут сонаром и дроном, соответственно, засечь любую тень, где бы она ни была. Из особенностей режима можно выделить, что в некоторых контейнерах вместо припасов лежит зомбяк. Простой такой обыкновенный зомбичиро, который просыпается, как только вы откроете его гроб в виде контейнера. И после того, как вы его убьете, обычно достаточно двух тяжелых, трех легких патронов, вы получите хотя бы один фиолетовый предмет. Также может оттуда выпрыгнуть паучок или еще какая-то потусторонняя живность, в которой также есть предметы. Определить их достаточно просто. Они будут иметь голубое неоновое свечение. За выполнение событийных заданий и набирая очки, можно получить значок режима, три таблички для баннера, три фиолетовых добавки к опыту, талисман, облик на Pathfinder и скин на Spitfire. И, кроме всего этого, на баннер можно получить еще четыре особых значка из режима. Один дается за 15 реанимаций, второй за 100 убийств в режиме, пять попаданий в топ-5 в режиме дает третий значок, и, наконец, последний значок, Мастер Теней 2020, или как он там называется, не суть важно, дается за получение всех трех предыдущих значков. Вот такой фановый режим, как и во многих батл-роялях, подвезли в Апекс. Продлится он до 2 или 3 ноября, к сожалению, я сейчас не помню, напишу на экране подробнее. Напишите в комментариях, как вам такой режим, а также не забудьте поставить лайк и нажать красную кнопочку подписаться, чтобы не пропустить новые видео про Апекс и другие игры. Всем всего хорошего, всем пока-пока.